Сила воли и стремление к высшим достижениям готовы побороть усталость и боль в мышцах. Пройти 35 километров спортивной ходьбой – дело не из легких. Тем не менее, спортсмен из Кемеровской области Владислав Амуратов был намерен побить свой рекорд, установленный два года назад на Кубке России. И ему это удалось. Дистанцию прошел на 7 минут быстрее. 2.36 – для меня первый раз. Сильнейшими идти. Ну, в следующий раз будем ближе. Ну, а так хорошая трасса. Следующим испытанием для Владислава станет Кубок России. В Чебоксарах ему придется преодолеть 50 километров. А сейчас среди лучших атлетов были известные российские ходоки Александр Иванов, Иван Носков и чемпион мира 2013 года Михаил Рыжов. Свой статус молодой спортсмен подтвердил и в Олимпийской столице. Михаил Рыжов стал чемпионом, а Иван Носков стал серебряным призером. Показали два лучших результата сезона в мире. И я вам скажу больше – это два лучших результата за последние три года. То есть рекорд мира не побит, который был 2 часа 23 минуты 17 секунд, но 2.25.54, который показал наш лидер – это не просто надежда на победу в Кубке Европы, это практически стопроцентная гарантия. Бронзу среди мужчин на дистанции 35 километров взял атлет из Удмуртии Сергей Шарыпов. Теперь победители будут готовиться к Кубку Европы, который пройдет в середине мая в Испании. Самым зрелищным на чемпионате России по спортивной ходьбе стал заход женщин. Около 40 представительниц прекрасного пола прошли 20 километров около дворца спорта «Айсберг». А завтра, 28 февраля, только уже по центральному стадиону будут ходить участники первенства России. Это юноши и девушки от 16 до 23 лет. Посетить соревнования можно бесплатно. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.